Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 паломники из самых разных стран и частей света, дабы приобщиться благодати, источаемой от мощей всемирно почитаемого угодника Христова. Особым почитанием святитель Николай пользовался на пространстве исторической Руси. Ему посвящено множество храмов. Неисчетное количество православных христиан были наречены в его честь во святом крещении и монашеском подпостриге. Все это свидетельствует о том, сколько усердным предстателем и скорым заступником был и остается мерликийский чудотворец и образом грозности. Однако далеко не у каждого нашего соотечественника имеется возможность осуществить такое паломничество, поэтому в Россию приносится значительная часть мироточивых мощей святителя. С 21 мая по 12 июля святыня будет находиться в Москве, а с 13 по 28 июля в городе Санкт-Петербурге. Это поистине уникальное событие за все 930 лет пребывания честных останков в городе Бария. Поклоняясь чудотворным и многоцелебным мощам всего великого угодника Господня, необходимо помнить о том, что мы призваны быть подражателями, добродетелем библикийского святителя. И помощь, неспосылаемая нам по его ходатайству, будет тем очевиднее и щедрее, чем более мы будем уподобляться ему в любви ко Христу и всем людям. Дай Бог, чтобы это важное событие в истории нашего Отечества и всего русского православия послужило в духовной пользе архипастерей, лириков, монашествующих и всех верных чад русской православной церкви, дабы предстательством Таинника Благодати Христовой, исполнились на нас слова молитвы. Да мирное, где поживем житие и да сподобимся, видите, благая на земле живых, славящая Отца и Сына и Святаго Духа, единого в Троицу, славимого Бога и поклоняемого, ныне и пресно, и вовеки веков. Аминь. Кирилл, патриарх московский и всеяруси. Вот, дорогие братья и сестры, такое обращение святейшего патриарха не случайно, потому что эта святыня, я называл уже те дни, когда она будет пребывать у нас в городе. Ну, конечно же, мы с вами имеем много частичек мощи святителя Николая Жудотворца. Практически в каждом крупном, большом приходе по благословению правящего Амферея находится такая частичка, или же ларец с частичкой мощи святителя Николая Жудотворца. Сложилось, 930 лет не была эта святыня вот в таком, в такая большая часть святых мощей. Уже посмотрели по, значит, фотографии, была принесена уже нам святыня в Москву, в храм Христа Спасителя. Там, конечно же, очень большой такой ларец. И эта святыня очень много спрашивает, батюшка, откуда она, именно откуда. Мы знаем, что она с города Пари, с Италии, и она находилась и находится в базилике Папа Римского. То есть, можно так сказать, в такой его личной церкви, небольшой такой ларминка, вот где находилась эта святыня. Но видите как, была договоренность, достигнута все-таки, чтобы нам разницы нет, откуда она пребывает. И нам не должно быть разницы, откуда она пребывает. Самое главное, что это святыня, великая святыня для каждого человека. Мы знаем о том, что святитель Николай, многие даже считают его русским святым, уже говорят, это русский святой. Потому что, как он нам стал близок, очень близок. И ни одного практически города нет, чтобы в его честь не был назван храм или же чистовня, которая находится в расположении этого города. И нам посчастливилось, что наш храм имеет такого великого заступника пред Богом, как святителя и чудотворца Николая. И он является нашим с вами покровителем, тем святым, кто пред престолом Господа нашего молится за нас с вами. Он, как мы сейчас читали, святейший патриарх сказал, что он помогает в самых даже страшных таких случаях, можно сказать, неразрешивых случаях. Но мы знаем, что по милости своей и по любви своей к нам святитель и чудотворец Николай пошлет нам то, что мы просим с вами. Будем молиться ему и благодарить его за то, что он участвует в нашей жизни. Святителю Отче наш Николаю молим Бога о нас. Следующее Богопружение. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи.